Привет девчонки! Сегодня я хочу поговорить с вами о самых любимых и заветных ваших мышцах, о ягодицах. Смотря кучу пабликов, групп, в которых вам показывают, что ягодицы можно накачать различными махами, отведениями, сведениями, сердце обливается кровью. Только приседаниями и румынскими тягами можно целенаправленно накачать ягодичные мышцы. Специальными приседаниями. Чем пошире вы будете ставить ноги, тем легче и глубже вы будете садиться. Чем глубже вы будете садиться, тем больше будут задействованы ваши ягодичные мышцы. Чем больше вес отягощения вы будете использовать, тем больше будут ваши ягодичные мышцы и тем быстрее они будут расти. Никакие отведения, никакие махи никогда не построят вам красивую прекрасную попку, как орех. Запомните это и никого не слушайте. Приседания и румынская становая тяга в одну тренировку, день-два отдыхаете, становая тяга, сгибание ног лежа и жимы ногами широким хватом с высокой постановкой стоп. Только эта база, тяжелая работа, сделает вам красивую и прекрасную попу. Ягодицы будут наполняться, будут подниматься и улучшаться. Не забывайте, чем глубже вы садитесь в приседе, тем лучше работают ягодичные мышцы, тем они поднимаются. У многих проблема галифе. Галифе спрашивают, что нужно делать, чтобы убрать эту часть тела. Ребята, ничего не нужно делать, нужно только приседать. Девчата вернее. Почему? Подойдите к зеркалу, возьмите себя руками за ягодичные мышцы, поднимите их вверх. Видите, галифе уходит, ножка становится меньше, тоньше и красивее. Бицепс бедра становится лучше. Поэтому приседайте, делайте румынские тяги. Это одна тренировка, плюс дополнительные упражнения. Становая тяга, сгибание ног лежа и жимы ногами. Та база, которая сделает вам прекрасную, красивую попу. Любую тренировку, а особенно тренировку бицепсов бедра и ягодичных мышц, необходимо начинать с гиперэкстензий. В этот день нужно делать обычные гиперэкстензии. Первый подходик с собственным весом. Но уже со второго подхода нужно брать в руки дополнительное отягощение. И с каждым новым подходом увеличивать его. Пока вы не дойдете до 10-12 повторений с определенным весом. Это очень важно не только для ягодичных мышц и бицепсов бедра, но и для всех мышц, поддерживающих позвоночник. Следующее упражнение, которое мы будем делать, будь то румынская тяга, приседания, либо становые тяги, будут помогать вам в поддержании и закреплении позвоночника, чтобы не было травм. Легче всего удерживать вес, как альбина на видео, на вытянутых руках. Никогда не старайтесь удерживать вес у груди. Это неудобно и вы не сможете работать с тем весом, который осилите на вытянутых руках. Гиперэкстензии отличное упражнение, как для ягодичных мышц, так и для бицепсов бедра. Кто смотрит мои видео уроки, знает об этом и знает о различных вариантах его выполнения. Кто не знает, советую найти и посмотреть. Приседания. Я уже говорил, чем ниже вы будете приседать и чем более широкая будет стойка, тем больше будут работать ваши бицепсы бедер и ягодичные мышцы. Но я учу вас не только тренировкам, я учу вас понимать саму суть. И чтобы не быть голословным, хочу, чтобы вы понимали, почему именно приседания, румынские тяги, становые тяги могут как-то повлиять на ваши ягодичные мышцы. Но никак не махи, отведение в тренажёре. Дело в том, что весь мир иллюзия. И все мифы, которые вам рассказывают фитоняшки, или кто бы там ни был ещё, о пользе махов для ягодичных мышц, что можно как-то увеличить, изменить форму с помощью этих движений, это полная чушь. Почему? Потому что вы знаете, что, чтобы был рост мышечной массы, силы, либо жиросжигания, необходимы гормоны, необходимы анаболические гормоны в крови. Никакие махи не способны на это. Приседания, становые тяги, так же, как и запрыгивание на высокую платформу, или спринтерские выбегания, выбрасывают в кровь огромное количество анаболических гормонов, благодаря которым вы и будете строить свои ягодичные мышцы. Откажитесь от махов, от отведений, сведений в тренажёре, либо каких-то других бесполезных движений, в пользу приседаний и румынских тяг на одной тренировке. И становых тяг, изгибаний ног, лёжа на другой. Вы заметите уже через пару месяцев результат. Естественно, нужно постоянно стремиться к увеличению силы. За силой придёт и масса. Но неужели фитоняшки нас обманывают? Нет, обстоят дела немножечко не так. Дело в том, что фитоняшки, особенно те, кто попадает постоянно в топ-5, сидят на анаболических андрогенных стероидах. Да-да, естественно, об этом вам никто не говорит. При таком раскладе у них в крови постоянное наличие гормонов. И можно делать махи, отведения, любые другие упражнения, не такие энергозатратные, как становые тяги, приседания и получать от них эффект. Но только при наличии анаболических гормонов в крови. Я думаю, вы, девчонки думающие, никто из вас этого делать не собирается. Поэтому никакие махи на вас не действуют. Конечно, если вы от природы получили отличную генетику, у вас идеальная попка, хорошие ножки, вы можете избегать приседаний, выполняя различные упражнения лёгкого характера. Опять-таки, эти махи, разведения, сведения в тренажёре. Но вы не будете получать того положительного, оздоравливающего эффекта от приседаний и от становых тяг, потому что вы их не делаете. И мышцы ваши не будут работать в таком полезном и положительном тонусе. Ни одно упражнение не сравнится по своей нагрузке на организм, как приседания и становая тяга. В этих упражнениях работают абсолютно все мышечные группы. Работают мышцы-стабилизаторы. Именно поэтому и получается такой отличный и положительный эффект. Не только для ваших ягодиц, а для всего организма в целом. Думайте об этом, когда будете составлять себе программу в следующий раз. Что хорошо от этих движений поднимаются, как я уже говорил, ягодичные мышцы. Поднимаясь, ягодичные мышцы тянут за собой галифе, улучшая внешнюю видимость, улучшая красоту ваших ножек. Никогда не пренебрегайте приседаниями. При правильной технике это совершенно безопасные движения. Обратите внимание, в какой обуви Альбина выполняла упражнения. Это белый Atomic's. У Юлии кроссовочки похуже, но подошва у кроссовок должна быть плоской. Подъем высокий. Вам, во-первых, будет легче приседать, а во-вторых, вы будете застрахованы от травм. Румынская тяга всегда выполняется на прямых ногах. Кто бы вам что ни говорил. Никогда, ни при каких условиях не выполняйте румынскую тягу на выпрямленных полностью ногах. Это опасно и бесполезно. Обратите внимание, что в румынской становой тяге мы используем постановку ног узкую. Так гораздо легче прочувствовать и воздействовать на ягодичные мышцы. Не забывайте также о важности питания. Я думаю, теперь вам становится понятно, почему многие думают, что всем людям нужны разные тренировки. Это все полная чушь. Теория различного типа мышечного строения всего лишь теория. И была выгнута не физиологом, не анатомом, а психологом. И обращать внимание на тип вашего сложения с точки зрения построения тренировочного процесса совершенно безграмотно и бесполезно. Но вот, отталкиваясь от структуры вашего тела, от того, сколько жира у вас, сколько мышц, необходимо строить свое питание. Питание это краеугольный камень. Какими бы ни были шикарными ваши тренировки, какова бы ни была их положительная отдача, при безграмотном питании эффект от любой тренировки сводится на нет. Помните об этом. Не забывайте о важности воды. Все мы с вами состоим из воды. И любой процесс в нашем организме протекает в присутствии воды. Многие инструктора, я знаю, запрещают пить воду до тренировки, после тренировки, во время тренировки. Но это полная безграмотность. А также это вредит нашему организму. Тренирующийся человек должен выпивать минимум 2 литра воды в сутки. Обязательно пейте воду во время тренировки. И следите за техникой. Друзья, кто следит за моими статьями и видеороликами, заметил, что я стараюсь давать информацию так, чтобы вы могли спокойно ориентироваться в мире железного спорта. Чтобы вы могли самостоятельно составлять себе программы тренировок, программы питания. Для тех же, у кого нет времени или желания углубляться во все эти дебри, я веду профессиональные тренировки. Как вживую, так и онлайн. Ученики у меня по всему миру успешно тренируются, успешно выступают. Если вы не имеете возможности или не хотите сами составлять себе программы питания или тренировок, пишите мне в личку, я с удовольствием с вами поработаю. В ближайших выпусках моих видеоуроков и статей будут затронуты следующие темы. Жим ногами, подъем штанги на бицепс, тяга штанги в наклоне. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите мне в личку заранее. Видео тем будут интереснее, чем больше вопросов вы пришлете. Также присылайте интересующие вас вопросы на любые темы. Самые интересные мы будем освещать в наших видеороликах и статьях. Обращаю особое внимание на то, кто комментирует мои видео в YouTube. Если вы хотите и ждете ответа, будьте добры проследить, чтобы я имел возможность вам ответить. Потому что многие задают вопрос, а ответить я просто не могу. Нет кнопочки ответить. Обращайте на это особое внимание. Также в ближайших видео и статьях я освещу темы, амплитуду движения, скорость выполнения повторений, отдых между упражнениями и подходами. Это канал Heavy Metal Gym. Увидимся с вами в тренажерном зале, друзья. Всем пока!